Учитель – профессия, которая зародилась вместе с человечеством, главный образец для ребенка в период его взросления. Современный учитель – это не просто человек, который освоил педагогику, это еще и воспитатель, психолог, наставник и, что самое главное, верный друг и равный партнер. Ежегодно в России 5 октября отмечают День Учителя. И мы, конечно же, не можем обойтись без каверзных вопросов, поэтому сегодня мы вышли на улицу, чтобы спросить у совершенно случайных прохожих, «Как учить не нужно?» Как учить не нужно? Вопрос сложный на самом деле. Учить нужно под давлением, мне кажется, нельзя очень. Должно быть желание учиться. Во-первых, надо преподавание сделать увлекательным, разумным, умным. Не надо пустых нагрузок много проводить. Не надо заставлять ребенка. Надо, чтобы он сам пришел к этому. Не нужно насилием. Вот это самое главное, по-моему. Потому что насилие порождает насилие, и в результате вырастают какие дети? Насильники. Вот это учительницам сейчас, по-моему, очень трудно, потому что дома что-то они видят не то. Вот. Жалко мне их. Мне кажется, не ту профессию выбирает молодежь. Мне кажется, не нужно учить детей силой. То есть не нужно учить из-под палки, нужно заинтересовывать ученикам. Я думаю, что не нужно много кричать на детей, потому что это очень плохо влияет на психику. И у некоторых детей потом бывают проблемы моральные, как бы с моральным самочувствием. У кого-то это дальше, будущее, во взрослую жизнь переходит. Так что, я думаю, лучше быть, как бы, лучше пряником, в общем, учить, чем плеткой. В очередь читать все методички. Во вторую очередь рассказывать какой-то неинтересный материал, готовить КГ, показывать все на примерах и жизненные какие-то ситуации, истории, которые реально помогают детям. Потому что дети любят учиться именно на каком-то опыте, который они признают и готовы по нему идти. Легче сказать, как нужно. Нужно воспитывать ребенка в первую очередь, его воспитывать хорошим человеком, добрым, порядочным, любить свою родину. Ну а потом ему нужно дать хорошее знание, чтобы страна вперед шла и останавливалась на месте. Подводя итог сегодняшнего соцвопроса, хочется сказать о том, что учитель – это прежде всего про призвание и любовь к своей профессии. Ни в коем случае нельзя допускать физического и эмоционального насилия над обучающимися. И, конечно же, давать только ту информацию, которая действительно пригодится человеку в будущем. Поэтому любите своих учителей и будьте для них главной мотивацией. Это был соцвопрос и Надежда Мещерякова. До нового выпуска!